Загадательно, имя Всевышнего символично раскрывается, находят путем вычислений эту аббревиатуру. Йот-Хей-Вав-Хей, то есть Яхва, Ягово, по-разному произносим это слово. Имя Всевышнего Бога. Но в книге Шир-Гаширим даже этого нет. Вообще нет имени Всевышнего. Песни песней. Шир – это по-еврейски пение. Шир-Алли-Лю-Я, пой-Алли-Лю-Я. Шир-Алли-Лю-Я. Шир-Гаширим. И вот этот стих был найден потрясающий. Он звучит в оригинале очень интересно. Они, то есть Яхта, Они, Ле-До-Ди, Ве-До-Ди, Ли. И синодальные переводчики перевели это очень просто. Слишком просто, к сожалению. Они перевели Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. Хороший перевод, но я рекомендую скачать, если я подскачивал специально, разные переводы, во-первых. А во-вторых, подскачивал себе с номерами стронга. Я все время смотрю на номера стронга. Очень интересное чтение, кто пользуется номерами стронга. Библия с номерами стронга. Включаете опцию, и возле каждого слова появляется циферка. Шифер. Нажимаете на вот эту циферку, и открывается значение этого слова. Если владеете английским, вам вообще повезло. Потому что полная версия этой программы на английском языке. На русском до сих пор, к сожалению, не разработана полностью эта программа. Не написано. Дело в том, что в английской версии есть потрясающий момент такой. Открываются еще исторические справочки. На каждое слово практически. В каком месте это слово употреблялось. В каких случаях эти слова тогда именно употреблялись, в те времена. И это очень обогащает. Вот Рик Рена, кстати, очень часто пользуется в своей работе, как учитель. Именно вот этими справочками историческими. Потрясающее чтение, честно говоря. Вот я пользуюсь переводчиками, правда. Механаллогическим очень большая проблема. Пока я работаю над этим. Но, знаете ли, чтение Шит Гаширим, оно потрясает. Именно вот своей сокровенностью. Эта книга очень интересна. Она рассказывает о любви мужчины и женщины. Да, книга, казалось бы, именно книга о любви. Песни всех песней на этой земле. Песни о любви. Песни песней – это песни любви. И рассказывает о прекрасной женщине и прекрасном мужчине. Об их любви друг о другу. И в древности, и сейчас, и еврейские, и христианские толкователи, конечно, в этом образе этой любви этих людей видят образ Всевышнего и души человеческой. Создателя и человека. Видят народ Божий и Бога самого. Спасителя и его пасху. То есть, вот такие очень красивые сравнения. И в буквальном переводе, расширенном, еще так говорят, переводе этого стиха, имеется в виду, что я в моем возлюбленном нахожусь. Он во мне находится. Я в нем полностью, он во мне полностью. Я ему без остатков принадлежу. Все значения имеются в виду, что мы вместе одно целое. Мы одно целое. Когда по отношению к Богу Всевышнему говорится «эхат», мы понимаем, что это слово означает, что едино. Слышали слово «эхат» вообще? Нет? Так. Справочка. Когда Иисуса спросили, что есть самое главное в законе, помните, да? Он сказал, начал со слов «слушай, Израиль, Господь, Бог наш, есть Господь единый». Это как символ веры еврейской. То есть, как бы это, как для христианин очень наш, допустим. То есть, это как бы с этим еврея рождается, с этим умирает. То есть, это вот что? Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. Вот. И там завершающее слово «эхат», которое означает «единый». Некоторые переводят его как «единственный», но на самом деле «единый». Значит, как ни крути, историческая справочка тоже, там говорится именно о единстве в многообразии. И даже само имя вот этого вот Всевышнего Бога, Йод-Хей-Ваф-Хей, как Яхва или Ягова, оно имеет в виду не только прошлое или будущее, но и сечащие. Оно имеет в виду сразу вне времени, состояние вне времени. И прошлое сразу, и одновременно, и сечащие, и будущее сразу имеет в виду. Я тот, кем я буду, и я тот, кто есть, и тот, кем я был. То есть, оно сразу имеет в виду, это аббревиатура. Это потрясающе. И вот в Библии, когда по отношению к Всевышнему Богу говорится, что Он единый, да, говорится слово «эхат», еврейское слово «эхат». Но это же слово употребляется, когда в книге Батие говорится о первой семье человеческой. Говорится «и будут двое, одною плотью». И то же самое говорится «эхат». Понимаете? Говорится по отношению к Адаму и Еве, то же самое слово употребляется еврейское «эхат». «Эхат». Они будут едины. Они не станут одним, буквально, да, но они будут едины. О, спасибо Господь. И вот, когда в Ширгаширим, ну, это вообще-то поется, на самом деле поется, но когда мы читаем, что «Ани летоди, ведоди ли», я часть моего возлюбленного, я его стал полностью частью, он часть меня. Я в нем, он во мне. Вот это как раз состояние блаженства, состояние вечной жизни, в нем в Боге, а он в нас. В Новом Завете, когда Иисус родился, вот в христианской традиции, да, это в конце декабря или начало января обычно, вот мы празднуем как раз, да. Я буду тоже и у себя в церкви, и в других церквях, в собраниях как раз об этом говорить, уже рассказывать. Вот придет время уже, сейчас Christmas time, время потрясающее. Вот, это, ну, здесь оно не так ощущается, но в Европе, допустим, да, особенно в Америке, конечно, это просто сказка. Рекомендую, если в Америку, думаете, когда полететь, лучше на Christmas time. Не прогадаете. Вот, не, ну, мало ли. Вот, Christmas time, это потрясающее время, я почти всю Америку объездил, 25 штатов послужил, пол Америки, получается, от жаркой Флориды до заснеженной Аляски, значит, да, от Золотой Калифорнии до Нью-Йорка, то есть, как бы, очень разную Америку видел, и два раза полностью служил бы Christmas time, как раз, так получилось, в разных штатах. Вот, сам-то увидел под пальмой и в снегах Аляски. То есть, как бы, знаете ли, это потрясающее было событие такое в моей жизни тоже. Вот, успел и там с ним сэвфи сделать, и там. Папа, мужик, он был уже в шортах, такой современный сэвф. Вот, ну, одним словом, значит, послужил, но, конечно, потрясающе, везде, куда не приезжаешь, там все. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, и все там, and happy New Year. Все, да, поется, значит, да, или там джинглбенд, все, все торжествует, все ликует, колокольчики звенят, все прекрасно, да, все хорошо. И, представляете, значит, дух Рождества, они говорят, да? Очень-очень это прекрасное состояние, такое вообще ожидание чуда. Вот, и... Но, вообще-то, исторически Иисус родился не зимой, да? Знаете, да? Уже знаете, все? Все знаете уже. Вообще-то, ну, начало месяца Теширы, это середина сентября. Середина сентября, если в нашем исчислении. Вот, так что все было совсем немного по-другому, но тоже интересно. Но самое интересное, когда Иисус родился, то исполнились из пророчества, да? И у Матфея, помните, первое пророчество, которое описывается, «Сидеба в очареве примет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил», что значит «С нами Бог». И вот, но еврейское слово «эману» – «эмануэль», да? Из двух слов состоящее слово «эмануэль». «Эмануэль» – это Бог, да? «Эль» – это Бог. Да, но «эману» означает буквально «внутри нас есть сущий, съеденный, выпитый нами». Есть для описания рядом с нами, близко с нами, да? Возле нас. Есть другое еврейское слово «этану». Оно пишется даже похоже и произнесется похоже. Значит, но между ними разница принципиальная между этими словами. «Этану» подразумевает, что он возле нас, близко с нами. Даже мы идем вместе, это «этану». Но «эману» есть разное значение тоже, конечно же, там до 70 значений на современном русском языке. Конечно же, можно по-разному перевести. И переводчики, в принципе, правильно перевели, что «да, с нами Бог», так оно и есть. Но есть глубинное значение этого слова «эману». «Эману» значит «с нами», в смысле вот он, «внутри нас». И вот переводчики, я иврит не так хорошо знаю, но те, кто преподают иврит, много лет уже и хорошо знают древний библейский язык, то вот обычно такой пример приводят с водой. Для меня, как для художника, это очень зрительно и очень запоминаемо было. Вот вода. На иврите «маим». «Маим». Вот «небеса» «шем» «маим». Значит, имя воды, как бы. Имеется в виду «баруха-шем», благостовенное имя, дающее воду, как бы. Всевышний дает воду нам. Имеется в виду так, по тексту. Так вот, и «маим», кстати, в татарском те же самые слова, другие значения имеют. «Маим», да, «май» – это жир, масло. А в еврейском это «вода». Так интересно. Значит, но «маим», «мань» – это вода на еврейском. И вот вода, которая в стакане, возле меня, это «этану». Для описания этого я могу только лишь слово «этану» использовать. Но когда я пью, ваше здоровье. Вот тоже. Да, слава Богу, за воду. Самый лучший напиток все-таки. Лучше не придумаешь. Думали-думали, но лучше никак не придумали. Так вот, вот вода, которая во мне, сейчас она растекается по мне, разливается всегда. Часть у меня становится, я частью ее остановлюсь. Вот эта уже «маим», она уже «эмману» – «маим», не «этан». И вот таинство все, вот Бога воплощения, да, таинство того, что слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины, таинство именно в этом, что Христос поселяется в человеке. Бог Всевышний поселяется в человеке. И в личности Иисуса это было впервые в истории человечества, это было явлено вообще в потрясающей полноте, в потрясающей просто демонстрации Божьей силы, Божьей благодати, милости, прощения. И сегодня таинство, великая тайна Христос в нас, упование и слава. Самая великая тайна, большая. Слава Богу. Вот. А сам праздник Ханока? Вы все слышали об Александре Македонском? Да. Кто он был, как думаете? Кто? Завыватили. Так. А что-то хорошее о нем скажете еще? Лидер хороший. Да, кстати, лидер хороший, да. Греки были в шоке. Что я говорю, больше о нем плохо, чем о нем. Но сам себя этот завоеватель считал героем, видите. Он считал себя проследителем вообще-то народа. Он считал, что несет просвещение и свет, цивилизацию, барбарам. Вообще-то греческая культура до него этим не занималась. Вот этим просвещением народов. Греки мало влияли на другие народы до него. Македонский, он изменил все. Он посчитал, что то, что греческая культура родила, эллинизм, это благо для всего человечества, для всех народов. Он считал, что действительно этот свет эллинизма, он должен спасти человечество. Интересно, ну правда, народы это воспринимали в штыки, не хотели покоряться, но он их решил железной рукой в светлое будущее загнать. Значит, завоевывал все народы, завоевывал и эллинизировал. Доказывал им превосходство греческой культуры. Он хвастался тем, что не только на копьях, не только на силе войска идет эллинизация, но в его армии было много философов, поэтов, мудрецов. Они, в общем-то, должны были покорить народы именно культурой греческой. И вот все было как бы по одному сценарию фактически. Он приходил с армией, народы, мы сейчас вам принесем освобождение такое греческое, такую культуру и прочее. Его посылали обычно куда подальше. Он шел с армией, армия заставляла их смиряться, как бы завоевывал. И потом постепенно становился греческим. Греческий язык везде, греческая культура, цивилизация. И он в первую очередь по одному сценарию работал, в принципе, его как бы уже была такая идея. Перевоспитывал молодежь. Ставка была на молодежь. Он понимал, что старшее поколение ему перевоспитать особо не получится. Поэтому везде организовывались по одному греческому проекту, такому гимназии. Обучались там молодые люди из местных уже в передовом греческой культуре. Которые должны были уже потом стать просветителями греческими в своих народах. И все было по одному сценарию до Израиля. Когда он пришел к Македонске, пришел к Израилю, границам еврейского государства, то, конечно, его ждал шок. Во-первых, евреи встретили его, как говорится, с хлебом с солью. Как? Все остальные народы в штыки. Знаете ли, значит, и воевали с греками. А евреи, значит, нет. Сказали, мы не будем с тобой, Александр, воевать. Как? Вообще? Да. А почему? Вот так. Мы служим Богу Авраама, Исаака, Якова. И у нас есть пророки, у нас есть те провидцы, которым Бог Всевышний открывал будущее. И вот он открыл о твоем царстве. Как? Да. И они открыли ему пророчество, показали ему, что да, значит, наши еврейские пророки говорили о тебе. Говорили о твоем царстве. И поэтому мы не просто перед тобой смиряемся сейчас и покоряемся тебе, но мы покоряемся Богу, всемогущему, его промыслу. Его это очень сильно удивило. Но, да, но евреи его удивили еще раз после того. Во-первых, они, значит, да, приняли его без боя, но, в отличие от других народов, наотрез отказались эллинизироваться. Как бы, да. Здесь пришлось, как бы, ему так. Но он, как бы, всех эллинизировал, македонский, кроме евреев. Евреев он оставил в покойду. Ну, это очень странный, суеверный народ, как бы, ну, пусть, как бы, они будут как есть. Вот. Вот. И все было до смерти македонского. Когда умер македонский, то вот царство его поделилось, как мы знаем, да, были разные правители. И вот Иудея попала под власть одного тирана, который был совершенно иного теста, чем Александр. Это был Антиох Эпифан, великолепный. Антиох, он был очень грубым язычником. И он считал, что Александр, то, что он отказался эллинизировать Иудею, это была его ошибка. И он решил эту ошибку исправить. Он решил очень скоро и очень быстро Иудею эллинизировать. Сделать ее эллинской страной с греческим языком, греческой культурой, греческой религией. А что религия Авраама, Исаака и Якова, это суеверие вздорное, и от которого надо как можно быстрее избавляться. И Антиох Эпифан, он был идолопоклонником еще тем. Он себя богом считал при жизни, ни много ни мало. То есть при жизни его статуи вставились везде, в городах. И он приказывал всем свободным гражданам поклоняться себе как богу, приносить жертвы. Жреческое сословие было. Специально культа императора, вот этого, как бога живого. Вот такой был самодур. Но, конечно, да. Этот человек много кровушки попил евреям. Хотя, среди евреев он нашел, к сожалению, и немало предателей. Что он сделал? Запретили Библию, Тору. Запретили к изучению в Израиле. Запретили все, что связано с иудаизмом. Обрезанием, кашрут, все. Храмовое служение было остановлено. Священников убивали. По крайней мере, те, которые сопротивлялись этому в Иудее. Непосредственно в Иерусалиме было кровопролитие. Храм Божий был осквернен. Тот храм. Помните, да? Первый храм был еще Соломон построил, который по-татарски Сулейман. Соломон, который на самом деле храм построил Богу Всевышнему. И этот храм, мы знаем, что по грехам нашим он недолго существовал. Он был разрушен. И затем было покаяние, исправление. Еврейское слово дшуба, переводимое как покаяние, означает возвращение. Пришли в себя мы, пришли к Богу, вернулись. И начали храм снова отстраивать. Хотя старики, которые помнили еще малыми детьми, помнили тот первый храм, они плакали. Они понимали, что это совершенно не то. Это слабый отблеск был ислам. Но ничего, прошли годы, столетия, и храм отстраивался. При уже Мессии, когда пришел Христос, этот храм блистал снова великолепием. Тонны золота, серебра были пожертвованы этому храму, и он отстраивался. Он был великим, этот храм, на самом деле. И вот этот храм был осквернен. Это было за 200 лет примерно до Иисуса еще. И храм был осквернен каким образом? Туда священники были убиваемы захватчиками, греко-сирийскими оккупантами этими. В храм были занесены истуканы, идолы Зевса, идол Антиоха, Эпифана, другие истуканы были туда поставлены. Они специально, греки, завели туда в храм свиней, резали свиней, и свиной мясо вложили на жертвенники, и свиной кровью окропляли весь этот храм. Понимая, что для евреев это скверно. Да. И, в общем-то, все делали наперекор религии евреев. Храм был осквернен, там воскуряли фимиам Зевсу и Антиоху. Было новое уже жреческое сословие, греческое, сирийское, и из отступников евреев нашли тоже предателей таких, которые тоже работали на оккупантов и изображали из себя вот таких священников новых. Это было страшное время, конечно. И самое интересное, вот именно вот сегодняшним днем это было сквернение 25-го кислева произошло вот это сквернение храма. И, кстати, именно в это число началось и освящение храма. Вот так совпало прямо именно в это число. И вот, конечно, когда евреи узнали по всему Израилю и по всему миру, кто проживал, ну, в основном в Израиле проживали компактно больше, узнали, что храм осквернен, конечно, многие рыдали, разрывали одежды свои, вот, ну, понимали, что ничего не могут сделать сейчас, потому что армии нет. Греки разоружили полностью всю Иудею, вплоть до кухонных ножей, все, никакого оружия, вот, не было. И все, кто более или менее владел оружием, все были убиты. Вот, остались евреи, которые только лишь в мирных профессиях, обычные граждане. Вот, в каждом городе были гарнизоны оккупационные, которые полностью контролировали Иудею. И начались мучения еврейского народа в этот момент. Тысячи мучеников были. Те, кто пытались тайно обрезать своих младенцев, мальчиков, их казнили публично. Вот, те, кто изучал Тору или хранил у себя свитки Торы, и при обыске, если находили оккупанты эти свитки Торы, то казнили всю семью, или, по крайней мере, главу семьи казнили. Вот, и в каждом городе еврейском греко-сирийские оккупанты эти искали предателей. И находили. Порой немало находили таких людей, которые за деньги совершали поклонение истуканам, вот, были такими козлами-предателями. Как, знаете, вот, вот так. Ну, ладно. И дальше было еще хуже. Но однажды началось чудо. А было хуже почему? Потому что, значит, молодежь еврейская, к сожалению, в большой своей массе тогдашней, очень сильно была увлечена эллинизмом. Очень сильно. Дело в том, что, значит, вот эти завоеватели, как бы, да, они так очень жестко со стариками, но с молодежью были очень ласковые. Подкупали молодежь, ну, всякой барнографии, во-первых, греки. На этом ставили свое, как бы вообще даже. Это казарной был у них момент. То есть, представьте, значит, по Иерусалиму ходили нагишом. Ну, в чем это дело, что называется, совершенно. Вот, значит, в цирках и в театрах выступали полностью нагишом. Вот, значит, живопись только на гае. То есть, все это боги, статуи только на ги, все ставили специально. То есть, как бы, это все процветало. В Иерусалиме публично дома заработали, значит, гомоскосуализм, процветала педофилия. Греки привезли, они считали это передовым. Они считали это очень сильно передовым. Вот, и распутство, пьянство, в общем-то, процветало. Деньги, очень большие деньги были вложены Антиохом в Иудею, именно в молодежь. Значит, и, но самое интересное, именно среди молодежи началось пробуждение. Вот это хамнука началась среди молодежи. Да, в одном городе, где жили священники, так вот, туда пришли тоже вот эти вот завоеватели, поставили истуканы в центре этого города и созвали народ. Ну, в Ториме города были небольшие. Допустим, Назарет, да, вот, родной город Иисуса, где он прожил почти всю свою жизнь, в то время насчитывал 300 всего лишь жителей по переписи взрослых населения. Вот, значит, поэтому это были просто как сел небольшие, поселки небольшие. Вот, и были, конечно, больше поселки. И вот, значит, собрали всех жителей этих селений и зачитали приказ царский Антиоха. Вот, все евреи, которые будут поклоняться этому истукану, они будут, вот, благоставлены, как бы, новым правительским матерям. Вот, значит, и, в общем-то, кто откажется, не сдобровать. И вот вышел один из евреев, как раз, и он начал поклоняться истукану, выразил желание. Вот, один из священников. И начался бунт, одним словом. Один из священников, другой уже священник Матидиаго, он с этим был не согласен. Его дети поддержали, его сыновья. Их потом назвали Макавей. Макавей, Макабей. Еврейское слово Макабей, означающее кувалда, молот. Вот, особенно проставился Иуда Макабей. Иуда, для него была, собственно, кличка Макаби. Есть разные версии. Одни говорят, что у него была рука такая, молот, как молот. То есть, быка, как бы, с одного удара валил такой, еврейский богатырь был такой. Другие рассказывают, что у него было оружие такое любимое, молот. Ну, и не было другого оружия. В общем-то, он взял молот, вот, как бы, этим молотом крошил оккупантов, значит. Вот. И, ну, по моей версии, и то, и другое у него присутствовало, как бы. Одним словом, это был такой еврейский богатырь. Который, значит, вот, был лидером этой повстанческой такой армии еврейской, партизанской такой в начале армии. Вот. Их собралось немного, этих еврейских партизан. Вот. Вот. И они давали жару оккупантам. Земля под ногами у них горела. Вот. Они были такие, вроде, вот, как зелот, они зелот, как во времена Иисуса уже называли, да? Ну, те уже против римлян, правда, воевали. Вот. А это были вот именно, вот, и чаще всего это были священники. По-первых, это были молодые ребята из рода священников, как раз. Вот. И повстанческая армия стала все больше, значит, и бои были все жестче. И, в конце концов, они освободили, ну, большую часть иудеев. Да, сейчас нам будем его заканчивать, потому что по времени, да, уже смотрел. Вот, значит, и они освободили Иерусалим. Именно 25-го кислева это произошло в тот же самый день, когда храм был осквернен. И в этот же самый день они освободили Иерусалим. И они освободили, очистили храм от идолов. Они этими молотами еще крушили эти истуканы. Просто их стирали в порошок буквально прям. Не просто на куски, а вообще в порошок. И они как раз в освобожденных городах еврейских, они говорили, смотрите, вот это боги, которым вас принуждали поклоняться. Мы их стерли в порошок. А наш бог небесно сотворил. Вот. Убеждали таким образом вернуться к вере Абрама, Исаака, Якова. И вот, конечно, это пробуждение было очень сильное такое. Храм они полностью обновили. Вот, собственно, Ханука, обновление храма. Истуканы все разрушили, истуканы очистили храм. Вымыли, вычистили все до блеска. И у них были уже приготовлены священники. Хотя их победа, освобождение Ярушалаем, это было чудо военное. Потому что, собственно, их, как бы, наступающих, да, было меньше, чем оккупантов на стенах Иерусалима. То есть, и во-вторых, это были, евреи не были профессиональными воинами. Хотя многие из них уже за пару лет, там, уже смогли освоить какое-то мастерство военное. А на стенах Иерусалима были профессиональные головорезы, наемники, понимаете ли, значит, как бы, значит, и победить их вот так вот штурмом было нереально. Но эти ребята, которые брали штурмом Иерусалим, Иерусалаем, Иерусалим, они перед схваткой этой, они говорили, что мы не хотим видеть храм оскверненным. Это, значит, лучше мы погибнем по стенам Иерусалима, чем видеть вот тот позор, который мы... И они, конечно, каялись, каялись за себя, за народ, каялись, что вот это внешнее осквернение пришло, потому что мы осквернены были, вот, истуканы внутри нас, в сердце нашем. Поэтому вот это все привело к тому, что есть и долбоклонство, вот, такое внешнее пришло. Вот, и, ну, Бог дал им победу. Сверхъестественное оружие свое Бог использовал в этот момент. Страх сверхъестественный просто-напросто напал на врагов, они бежали с позором и были побиты, значит, евреями. И евреи приготовили жертвы, приготовили священников уже к этому, очищенных для жертвоприношений в храме очищенном. Но позабыли масло, елей для миноры, семисвешника. Семисвешник, он должен гореть во время этого служения, вообще, постоянно гореть. Недаром, когда говорится в Торе о праздниках Господних, следом, сразу после этого говорится о семисвешнике, говорится о светильнике. Это очень такой, такой, таинственный намек в этом, в древности еще видели, на праздник будущего. Вот, и, но нашли лишь один сосуд с елеем. Его хватило максимально, было на сутки горения. А надо было неделю ждать, не меньше, до времени приготовления нового елея, как раз чистого. Его не путем даже, не первый отжим там был, там вообще масло было удивительное, путем нарезания плодов добываемое. А фитилями были ветхие одежды священников, использовались. Вот такая была процедура в то время. И вот, а горящий минора, горящий семисвешник в то время означал присутствие всемогущего Бога в храме. И еще свет Машиаха, свет Христа. Мы знаем, что свет есть Христос, да? Именно так, в Новом Завете открыто. И вот, интересно, что у них был выбор, либо неделю ждать, либо зажечь масло все сразу. Почему вот ханукальная минора, она девятисвешная, да? Хануки еще называемая. Почему так? В память о чуде. Один сосуд с елеем. Но его хватило на 8 дней горения. Вот решили так вот зажигать ханукальную минору девятисвешную. И 8 дней горения. На самом деле, сверхъестественно, масло умножалось каким-то образом. Сверхъестественно. Вместо суток одних, да? 8 дней это масло горело. И чудо прекратилось лишь тогда, когда стали доливать уже масло, ну, обычное масло. То чудо прекратилось. И масло стало опять естественным образом гореть. А то горело сверхъестественным образом. Получается, нескончаемо. Да не заканчивалось абсолютно. Удивительно. Вот в память об этом чуде и было решено каждый год, из года в год, зажигать на окнах, зажигать в жилищах своих еврейских вот этих 9 свечей. Одна шамаж, это, ну, как, служка. Вот. И от нее зажигали все остальные уже. Вот. Интересный очень обряд, такой традиция. В память о чуде, которое Бог совершил там, тогда, в Иудее. Ну, еще кое-что расскажу. Это чудо, но мы живем с вами, друзья, в эпоху третьего храма уже. Мы живем с вами в ту эпоху, когда храм Божий, он не из мертвых камней, а из живых камней созидаемый. Уже два тысячелетия. Тот храм, второй, он еще не был разрушен, ну, де-факто, да? Да, но де-юре уже его не было, по сути. Иисус уже произнес слова, что он будет разрушен, и он сказал, что камни на камне не останется. И он уже плакал о Иерусалиме, как уже о погибшем городе и о погибшем храме. И он сказал, оставляйте дом ваш пуст. И в Иерусалиме дом, лишь один имел право так называться, это дом Бога. Потому что Иерусалим это подножий ног Бога. Значит, и в это верили все евреи, они это понимали, что говоря о доме, он имел в виду дом Бога. Значит, и братья и сестры, апостол Павел, написав Коринф в послании, в то время, когда храм еще существовал этот, но он написал так, 3.16 знаменитые, да, 1 Коринфянам 3.16. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? То есть тот храм еще существовал в последние годы свои, но он был уже мертвым. Все, мертвые камни обреченные уже на разрушение. А здесь живые камни. Как на Руси говорили еще в 15 веке, храм не из бревен, а храм из ребер. Или храм Божий обшит кожей. Вот, живой человек, да, так что храм Божий ныне, живой человек, живая душа. И на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа, Господа нашего Спасителя, и ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надвижало бы нам спастись. Дорогие друзья, конечно, одним вечером невозможно обрабить эту тему огромную, Но пусть в миноре нашего сердца всегда горит святой Божий огонь. Ханукальный огонь, огонь обновления. И пусть каждый из нас так же, следом за Мессией, скажет, я и Отец одно. Что мы одно. А они ля доди, ля доди ли. Это действительно чудо великое. Кому интересно, вот тот семинар, кто не был на, какого, 1 апреля, что ли, или когда там, в апреле, начале апреля был здесь, значит, то на ютубе есть запись, можете посмотреть, там я вещи как раз уже сказал, созвучные, тому, что сегодня она. Благоставляй вас словами благоставения священников, вот, и пусть Господь благоставит, и как в одном из переводов этого благоставения, это в 4 книге Моисеева, в числах, в 6 главе, благоставение, 3 стиха, благоставение, и там, значит, в одном из переводов говорится, и пусть Он, Всевышний, да, улыбнется тебе. Мне так нравится, улыбнется тебе, пусть Он благоставит тебе, пусть Он улыбнется тебе. Да, это очень хорошо, это очень хорошо, когда Бог улыбается тебе, и Он благоставляет тебя. Спасибо, Господь, за все, спасибо за добрый вечер, спасибо за Твое благоставение, Твое присутствие в нас и среди народа Твоего. Спасибо, что ты ныне живешь в храме наших сердец, наших судеб. Боже, из живых камней созидая нас, созидая свой храм святой, созидая Царство Святого. И Садонай, Панав Элейха, Виху Некха, И Садонай, Панав Элейха, Вейас Элейха, Шалом. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Бешем Иешуа Ганашиах, Иешуа Машихейнум, во имя Иисуса Христа Мессии. Амин. Бог Аврама Исаака Якова, Бог патриархов и пророков, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, и да придет Царство Твое. Благословен ты Бог Хануки, Бог обновления. Боже, сегодняшний храм Твой обнови Господь. Боже, и пусть в миноре нашего сердца, нашего служения, всегда горит Твой святой этот огонь Господь. Боже всемогущий, пусть совершается Твое ханукальное обновление, Боже. И в эти дни святой хануки, Боже, благослови народ своим миром, благослови своим шаломом, Боже, во имя Христа Иисуса. Пусть святится Твое святое имя в наших судьбах, в наших собраниях, во веки, Господь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общения Святого Духа со всеми нами. Амин. Амин. Шалом. Давайте мы еще прославим Господа. Аллилуйя. Спасибо большое. Спасибо, Пастор. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь. 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 Аминь.